Жители Фрунзенского района объединились в инициативную группу. Как стать членом команды Добро в Добром? Сегодня поговорим об этом с нашим гостем. Итак, у нас в студии Александр Волков, координатор команды Добро в Добром. Александр, добрый вечер. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Давайте расскажем нашим телезрителям, откуда возникла такая идея, как появилась эта группа Добро в Добром. Добро в Добром. Это в первую очередь инициативная группа жителей Фрунзенского района. Идея о создании такой команды, такого движения появилась на самом деле у нас очень давно. К нашу команду «Северный КТОС» обращались наши друзья, коллеги, родственники, знакомые, соседи, жители Фрунзенского района с вопросом, вот бы у нас во Фрунзенском районе создать такую активную команду молодых ребят, которая бы также активно работала с населением, с пожилыми людьми, с ветеранами, занималась вопросами благоустройства, развитием патриотического воспитания молодежи, проводила какие-то интересные проекты, акции, мероприятия. Мы все проживаем во Фрунзенском районе, и мы планируем там проживать, и хотим воспитывать своих детей и внуков в комфортных условиях, и не просто воспитывать, но еще и добиваться этого. Мы, как и все, хотим красивых дворов, светлых дворов, качественных дорог, чтобы у нас было как можно больше общественных пространств. Район «Доброе» за последнее время стал заметно лучше. Посмотрите, какие у нас пешеходные зоны на Соколова-Соколенка, как благоустроили наш пруд на Комиссарово, какая там красивая большая детская площадка, благоустройство Добросельского парка. Во всем этом, как жители района, мы хотим принимать участие и совместно со всеми решать эти проблемы. И мы убеждены, что только совместная работа жителей с администрацией района и города, с губернатором Владимирской области, с депутатским корпусом, с кандидатами в депутаты, с управляющими компаниями, различными молодежными и общественными организациями все вместе сообща добиваться нужного результата. Само название «Добро в добром» у нас появилось тоже не случайно. Нас вдохновила уже существующая команда ВКонтакте, группа, которая называется «Люди в мюде». И нам очень понравилось, как люди там общаются, как проводят совместные мероприятия, обсуждают какие-то интересные темы, проблемы. Так и появилось название «Добро в добром», «Добрые дела» во Фрунзенском районе. — Люди в мюде, я думаю, что они не так многочисленные, да? — Да, не так многочисленные. — И территория-то у них поменьше, чем у вас. — Поменьше территория и вопросы только конкретно своего поселка. — Вам, ну так сказать, ваши вочины гораздо больше, и здесь, конечно, силы и единомышленники нужны в совершенно другом количестве. — Конечно, сам микрорайон «Добро» он меньше, а Фрунзенский район уже включает в себя и микрорайон «Орктруд», и микрорайон «Лесной», и территория уже от Красного села до площади Фрунза. — Итак, кто на сегодняшний день в составе вашей команды? — В нашу команду входят так, как и студенты, и школьники, и жители Фрунзенского района, организации, такие как Совет ветеранов, общественные организации. Мы именно создавали инициативную группу, чтобы это не была командой, не было движением, чтобы у нас могли принимать участие все, от мала до велика. — А как попасть и как стать членом вашей команды? — Ну, стать очень просто. Мы есть ВКонтакте, у нас есть группа, у нас есть свой Телеграм-канал. В поисковой строчке пишите «Добро в добром», подписывайтесь. Мы приглашаем всех единомышленников, молодежным организациям мы приглашаем у нас опубликовываться. Если проводите какие-то мероприятия, акции, добрые дела, мы с удовольствием их опубликуем, всю необходимую информацию. Как говорит один из моих наставников, я готов сотрудничать с теми, кто готов сотрудничать со мной. И мы полностью поддерживаем это мнение. И приглашаем всех жителей делиться новостями, рассказывать о проблемах, задавать вопросы, делать добро вместе с нами. — Замечательно. То есть вы всего существуете чуть больше месяца? — Чуть меньше месяца. — Чуть меньше месяца. — Да, из-за такой вот короткий срок нам удалось уже провести несколько мероприятий, акций, добрых дел. К нам, ну вот, к примеру, обращался Совет ветеранов Рудзенского района с просьбой помочь по ремонту помещения. Кстати говоря, сегодня, вот днем мы совместно с командой «Молодежку и ОНФ» выходили к ним. Девушки у нас помогали мыть окна. Мы с ребятами повесили стеллажи, полки для книг. Обращался к нам ветеран Великой Отечественной войны, из микро-района «Орктут Прозоров» Александр Юрьевич. Он просил помочь в благоустройстве приусадебного участка. Участок очень сильно зарос деревьями и кустарниками, что там аж повредил забор. И недолго думая, мы с командой, к нам отликнулись и жители Фрунзенского района, все вместе взяли пилу, взяли топоры, взяли гитариста, купили торт и поехали к Александру Юрьевичу. Весь день выпиливали. Вечером под чаепитие вместе с соседями и провели вот такой вечер под гитару, под патриотические песни ко Дню Победы. Спасибо, кстати, администрации Фрунзенского района. Она согласилась оперативно вывести ветки, которые мы выпилили. У нас есть звонок телезрителя. Игорь, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, вопрос у меня такой. К нашей команде «Добро в добром» обратился пожонт Александр Юрьевич, который проживает в микроволюне Ордгур. И сегодня мы вместе с командой приехали к нему в гости. Он просил повышенности порядок на его удачу. И мы с командой произвели опилотку на этих деревьях и кустарников. Из-за этого было темно и холодно. Правда ли это или нет? Вот как раз сейчас мы это обсуждаем здесь в эфире. Итак, какие были проблемы у жителей Оргтруда, которые удалось решить? Какие проблемы? В первую очередь, это, конечно же, опиловка. Мы опилили и деревья, и кустарники. Работы там еще хватит. Мы обязательно к нему еще поедем второй раз. Потому что сейчас мы убрали все с лицевой стороны. Но еще на приусадебном участке очень много пилить. Но пока Александр Юрьевич сможет хотя бы отремонтировать свой забор. К нему теперь хотя бы можно подойти. У нас есть небольшой видеоролик о том, как это было. Давайте посмотрим. К нашей команде «Добро в добром» обратился Прозоров Александр Юрьевич, который проживает в микрорайоне Оргтрут. И сегодня мы вместе с командой приехали к нему в гости. Он просил помочь навести порядок на его участке. И мы совместно с командой произвели опиловку сухих деревьев и кустарников. «Добро в добром» Хочу сказать вам большое спасибо. То есть действительно, ребят, в данной ситуации вы очень сильно помогли. То есть мы с этим боролись 2-3 года. Спасибо вам, дай бог здоровья. Ну, очень хорошо сделали вы. Мы возвращаемся в студию. Александр Юрьевич, доволен результатом? Доволен. Замечательно. Какие еще акции, какие еще добрые дела были сделаны? Да, к нам также из Оргтруда обратился дом-интернат для пожилых людей с такой же просьбой помочь в опиловке деревьев и кустарников совместно с жителями Фрунзовского района, совместно с командой. Мы выезжали, тоже помогали. Обращалась к нам бабушка с улицы Добросельской. Она уже 4 года не может выходить из дома по состоянию здоровья. Она попросила свозить ее на кладбище и помочь в уборке на могиле мужа. Мы тоже совместно с командой, совместно с командой молодежки ОНФ помогли бабушке спуститься и дружной командой купили краску и поехали на кладбище. Убрались, покрасили, привели в надлежащее состояние. А в следующем месяце, кстати, эта бабушка ждет нас к себе в гости на чай. И мы обещали ей еще помочь в уборке по квартире. К празднику Светлой Пасхи совместно с кадетами 36-й школы и малышами из детского садика номер 99 провели такую светлую акцию, как пасхальное дерево. Совместно с молодежкой ОНФ также проводили в школах уроки мужества, классы доброты. А совместно с волонтерами Победы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и дарили памятные подарки. Совместно с Козловым Дмитрием Андреевичем мы принимали участие в поздравлениях, помогали в организации мероприятий ко Дню Победы для клуба ветеран, для Совета ветеранов тракторного завода, для школ и домов-интернатов. Из таких глобальных обращений к нам пока поступало только два. Первое – это помочь в организации светофора, дополнительной секции светофора, налево городской больницы номер 5 и детской поликлиники на перекрестке улиц Добросельская и Суздальский проспект. Проблем действительно существует, там очень часто случаются ДТП, а машины, которые хотят повернуть, особенно в час пик, успевают проехать одна-две машины. И вторая проблема – обращение – это ремонт дороги, именно асфальтирование дороги по адресу Суздальский проспект, дом 3. У нас там ежегодно проводится засыпка крошкой асфальтовой, и хватает это буквально на 2-3 месяца, все вылетает, становятся такие же ямы, поэтому там требуется асфальтирование. Все эти вопросы мы будем решать, мы выезжали уже с командой на место, изучали вопросы, сейчас советуемся с экспертами, с администрацией района, с депутатами. Проблемы будем решать, будем заниматься. В планах у нас на ближайшие 2-3 месяца – это проведение такого большого субботника на пруду по улице Добросельской в районе дома 215. Мы сейчас уже договорились с администрацией Фрунзенского района, она нам предоставит лодку, чтобы мы могли собрать мусор еще из берегов, ну там, где не дотянешься с земли. И проведение конкурса «Супербабушка Фрунзенского района». Мы уже проводили этот конкурс в Октябрьском районе совместно с культурно-досуговым комплексом. Конкурс себя очень хорошо зарекомендовал, бабушки остались очень довольные. И вот такой конкурс будем проводить теперь во Фрунзенском. Критерий конкурса, в принципе, всего один – это наличие внуков. Каждая участница получит подарки, грамоты, ну а победитель получит главный приз и возможность участвовать уже в городском конкурсе «Супербабушка», который, как правило, проходит у нас в ноябре-декабре каждого года. Также в планах у нас запуск к осени, наверное, к сентябрю. Такой рубрике, видеорубрике, которая будет называться «Люди в добром». Интересные истории, рассказы о людях Фрунзенского района. И чем вот больше мы погружаемся в этот проект, тем больше убеждаемся, сколько много у нас людей проживает во Фрунзенском районе. С интересной историей жизни, о которых можно рассказать. Я думаю, это будет очень интересно. Попробуем. Ну, я думаю, это будет дополнительный повод встречи здесь в эфире, для того, чтобы рассказать нашим телезрителям о критериях самой акции. О критериях, даже чтобы оставить заявку, чтобы они могли оставить, куда им звонить, куда обращаться, чтобы мы пришли к ним и смогли сделать такой видеоматериал. Как вы считаете, хватит ли запала у участников этой инициативной группы? Я думаю, хватит. Мы существуем чуть меньше месяца. Думаю, мы будем расти, будем проводить мероприятия. Только вперед. Я думаю, нас поддержат, нам помогут. А дальше подтянутся остальные районы. Я думаю, да. Будем привлекать. Да. В идеале, конечно, чтобы у каждого района была такая инициативная группа. Даже, я думаю, что вполне здоровая конкуренция между ними, она бы только сыграла на пользу процветанию нашего города. Давайте еще раз нашим телезрителям напомним, как стать членом вашей команды и кто требуется. Да, нам волонтеры требуются всегда. Мы приглашаем всех неравнодушных жителей. У нас есть своя страница ВКонтакте, есть свой телеграм-канал. В поисковой строчке можно вбить «добро в добром» и подписаться. Там уже, в принципе, все рассказывается. Все можно прочитать и узнать, как, чего и где. Также мы там опубликовываемся, рассказываем, куда там, если подойти, где можно принять участие. То есть, вот как-то так. А я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в студии был Александр Волков, координатор команды «Добро в добром», которая только недавно появилась во Фрузинском районе, но уже успела сделать много добрых и полезных дел. Спасибо, Александр. Огромные вам успехов и всей вашей команде, и больше интересных проектов. Спасибо вам. Делайте добро вместе с нами. А наш эфир продолжит рубрика «Правовая среда».